Что ж, друзья, вот мы с вами торжественно и перешагнули в следующий блок данного видеокурса. Я настоятельно рекомендую вам пересмотреть внимательно хотя бы единожды все уроки из данного блока, потому что здесь мы будем говорить с вами об основах создания видео и вообще основных понятиях, которыми мы будем пользоваться на протяжении дальнейшей работы по данному курсу. Да и вообще для того, чтобы вы могли в последующем правильно настраивать проекты для монтажа видео и вообще правильно настраивать вывод видео из проектов, вам нужны будут эти знания. Если вдруг что-то для вас сейчас окажется непонятным, просто потом, чуть позже, вернитесь к этим урокам и пересмотрите их еще раз. Ну что ж, поехали. В этом уроке мы будем с вами говорить об основных понятиях в видеопроизводстве. Итак, что такое разрешение видео? К этому понятию мы будем обращаться с вами достаточно часто. Итак, разрешение видео – это его параметры, или, проще говоря, размеры кадра данного видео. Их определяет ширина и высота кадра. Например, видео с размерами 720 на 480, где 720 – это показатель ширины кадра, а 480 – это его высота. Параметры эти выражаются в пикселях. Пиксель – это минимальная частица изображения. Есть такое понятие, как соотношение сторон пикселя. Оно и определяет его форму. Надо сказать, что формы или пропорции у пикселя могут быть разными. Например, форма пикселя может быть квадратной или же вытянутой. И в настройках, например, в Sony Vegas, в пункте «Pixel Aspect Ratio» важно задавать правильные настройки пиксельной пропорции. У многих видеоформатов пиксельная пропорция имеет свои уникальные значения, и при одинаковом разрешении, но с разной пиксельной пропорцией, изображения могут сильно отличаться. Поэтому, обратите внимание, если у вашего видео по бокам, либо же сверху и снизу присутствуют черные полосы, такие неприятные, то это первый признак того, что пиксельные пропорции у вас выставлены с неправильными значениями, и следует их перенастроить. Сразу же хочу заметить, что практически всегда фотоаппараты, телефоны, айфоны или же веб-камеры снимают видео с квадратной пиксельной пропорцией. Вам нужно просто это сейчас запомнить. Соотношение кадра. Соотношение кадра – это параметр, который указывает на пропорции кадра, то есть отношение ширины к высоте. 4 к 3 или 16 к 9. Кстати говоря, сразу хочу сказать, что на YouTube используется параметр 16 к 9. Итак, что такое видео по своей сути? Видео – это последовательность быстро сменяющихся кадров. И частота смены этих кадров бывает разной. Например, по стандарту NTSC кадры сменяют друг друга с частотой 29 и 97 кадров в секунду. Но о стандартах мы будем говорить с вами чуть позже. Просто постарайтесь сейчас понять то, что я хочу до вас донести. Итак, по стандарту NTSC у нас видео с частотой 29 и 97 кадров в секунду. То есть, иными словами, в течение одной секунды будет показано почти 30 изображений. Для стандарта JAPAL частота кадров будет другой, она составляет 25 кадров в секунду. Также бывает видео с частотой 24 кадра в секунду, но оно используется, как правило, в киноиндустрии. В общем, не забывайте правильно настраивать пропорции вашего видео, это важно. Еще одно понятие, которое нам следовало бы сейчас разобрать, это черезстрочная развертка или интерлейсинг. Это понятие пришло к нам из телевидения. Еще во времена, когда телевизоры были с такими скинескопами, кадр делился на так называемые поля, ну или полуполя. И назывались эти поля верхним или нижним полем. Так вот, в зависимости от того, какое поле отображалось в первую очередь, верхнее или же нижнее, и происходило видеоотображение. В настройках Sony Vegas мы с вами можем это увидеть в настройках проекта в поле Field Order, ну или порядок полей. То есть здесь мы видим, настраивается через верхнее поле, нижнее поле или же прогрессивная развертка, когда видео отображается целиком. Но с приходом цифрового телевидения и интернета данные полуполя уже практически реально уже не используются, так как компьютерные видеокарты и мониторы отображают видео именно с прогрессивной разверткой. И запомните, фотоаппараты никогда не снимают видео с полуполями. Далее, есть еще такое понятие, как глубина цвета, и измеряется она в битах на канал. Например, 8 бит на канал, 16 бит, 32 бита. И в зависимости от того, какая глубина цвета важна, в видео и используют различные параметры. Здесь все довольно просто и логично. Чем глубже должен быть цвет, тем выше будет цифра. Но обычно бывает вполне достаточно показателя в 8 бит на канал, так как он дает весьма неплохую цветопередачу. Это 256 оттенков для каждого канала и более 16 миллионов цветов для пикселя. Кстати говоря, примерно столько же цветов различает и человеческий глаз. Поэтому 8 бит на канал в большинстве случаев наиболее оптимальный вариант. Что ж, на этом я данный урок буду заканчивать. И в следующем мы поговорим с вами о видеостандартах. Продолжение следует...